Растущие парты Дэми Трагическое восхождение в горах при Эльбрусе разбился нижегородский альпинист. Без средств к существованию электричества и еды. Речники бастуют в Нижнем Новгороде, добиваясь выплаты зарплаты. Еще 27 миллионов рублей, чтобы собирать деньги с водителей. Паркоматов в Нижнем Новгороде станет больше. Расскажем, где и когда они появятся. Нижегородская сборка на крымских морских просторах. Теплоход, сделанный руками наших мастеров, отправился для работы в Севастополь. А также праздник для всей страны по-нижегородски. Стас Пьеха встретил День железнодорожника вместе с жителями столицы Приволжья. Об этих и других событиях понедельника и минувших выходных расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, нижегородский альпинист разбился при спуске с одной из вершин Безенкийского ущелья в горах Прельбрусья. Как сообщили в МЧС России по республике Кабардино-Балкария, турист упал с вершины горы Мусастау, высота которой более 4000 метров. Как стало известно позже, погибшим оказался Юлий Гарсия. Он с двумя товарищами отправился на покорение Безенгийской стены. Маршрут к ней пролегает по леднику. Альпинисты оценивают его как очень сложный. Юлий Гарсия – опытный альпинист, стаж около 11 лет. Он не раз становился призером различных соревнований по альпинизму. К другим темам. Уже 11 дней в затоне Парижской коммуны стоит теплоход «Святая Русь». На его борту проходит забастовка. Несколько членов экипажа живут там без еды и воды и требуют, чтобы руководство судоходной компании выплатило им зарплату. Репортаж Павла Буянова. По деревянным помосткам, потом пара акробатических трюков и несколько метров по темным коридорам. Уже почти две недели. Для семерых членов экипажа теплохода «Святая Русь» – это дорога к месту, где они хотя бы могут зарядить телефоны и вскипятить чайник. На самом судне электричества нет, закончилось топливо. Из еды есть совсем немного, и то приготовить не на чем. Привез дома губцы. Привез немножко мед у нас есть. Вот это с колпита осталась картошка, лук, немножко морковки. Для Нины Петровны эта навигация первая отправилась в рейс, чтобы собрать денег на операцию внучки, но вместо обещанных 20 тысяч – пустой карман. У меня у внучки должна быть операция. В сентябре месяце назначили операцию, там на грунтной клетке у нас проблемы большие. Вот, там не развивается сердечко, одно легкое. Операция стоит около 60 тысяч. Вот, и я вынуждена была выехать на работу, потому что, сами понимаете, мне 60 лет, меня на работу на берегу тоже никто не ждет. Мне здесь обещали 20 тысяч, это был шанс заработать, помочь дочери. Ну, как видите, безрезультатно. Теплоход «Святая Русь» находился в рейсе по Ленинградской области после поломки. Пассажиров пришлось садить, а судно направить на ремонт. Пришвартоваться удалось только в Нижегородской области, в затоне памяти Парижской коммуны. Большую часть экипажа отправили домой, заплатив символически по 3 тысячи рублей. Остальные семеро намерены ждать зарплаты до последнего. Когда мы пришли сюда, с нами ехал представитель судоходной компании. После того, как судно было швартовано, экипажу было предложено получить кое-какие деньги, по 3 тысячи рублей им выдали, и кто хочет, тех на автобусах повезли домой. Вот. То есть, вот они собрались, все уехали. Нас двоих здесь оставили на охрану по устной договоренности. Вот. То есть, для того, чтобы смотреть за кораблем, за водотечностью, за всем. Вот. И все. И после этого мы больше никого не видели, а звоним по телефону, нам никто не отвечает. Общая сумма задолженности по зарплате семерым бастующим членам экипажа более 300 тысяч рублей. Руководство судоходной компании, находящейся в Казани, от всякого общения с бастующими, открещивается. Ну, как? Куда теплоход возвращается? В смысле, в Казани. Он стоит в Казани, вы понимаете? Нет, он не стоит сейчас в Казани, он стоит в Казани. Зачем его в Казани? Выясните. Парень, вы идите, пожалуйста. Во время последнего разговора руководство судоходной компании пообещало, что деньги будут выплачены 3 августа, в понедельник. Но в этот день члены экипажа теплохода «Святая Русь» денег так и не получили. Павел Буянов, Александр Булин, служба новостей «Город». В понедельник стало известно, кто от партии «Единая Россия» будет участвовать в выборах в городской думе Нижнего Новгорода. Лидер Нижегородского отделения Артем Кавинов заявил о серьезном обновлении списка кандидатов. Я напомню, общемуниципальный партийный список на выборах в Гордуму Нижнего Новгорода возглавили заместитель губернатора области Дмитрий Сватковский, руководитель торгово-промышленной палаты Дмитрий Краснов и генеральный директор Нижегородского машзавода Василий Шупранов. «Единая Россия» в этой кампании впервые, наверное, за наши последние все выборы, в которых мы участвовали, предложила достаточно много новых лиц. Здесь мы говорим об обновлении, от порядка 50%. Сторонние эксперты, комментируя тройку лидеров «Единой России», отмечают не только обновленный состав партии, но и наличие реальных результатов деятельности лидеров списка в социальной сфере развития промышленности и бизнеса. Я также напомню, 13 сентября в Нижнем Новгороде, как и в районах области, пройдут выборы депутатов в Городскую Думу. Жители Дивеева задержали автоугонщика благодаря хозяйке машины. Сводка происшествий далее. 29 июля в Нижегородской области жителями села Дивеева был задержан мужчина, пытавшийся угнать автомобиль Мазда. 47-летний уроженец ближнего зарубежья подсел к хозяйке в автомобиле, стал угрожать ей оружием. Женщина сопротивлялась и этим спугнула нападавшего. Очевидцы происшествия устроили погоню за мужчиной. При досмотре сотрудниками полиции у него были изъяты травматический пистолет, электрошокер и маска. Свою вину мужчина не отрицал, но почему пошел на преступление, толком объяснить не смог. По данному факту проводится проверка. В Сормовском районе в ночь на 1 августа горели деревянные сараи. На место возгорания выехал пожарный расчет. Огнем было охвачено несколько построек. Никто не пострадал. В понедельник днем в Сарове на нерегулируемом перекрестке произошла авария. На съемке видно, как водитель такси совершает поворот налево. В это самое время, решив объехать пробку и нарушая правила, на встречную полосу выехал другой автомобиль. В этот самый момент произошло столкновение. Российские парашютисты установили новый рекорд в купольной акробатике. В небе над Коломной спортсмены построили фигуру из 26 человек. Среди них были и два нижегородца Игорь Сацков и многократный чемпион России Кирилл Тюпанов. Купольная акробатика, а на профессиональном языке танец в небе, считается одной из самых зрелищных и красивых дисциплин в парашютном спорте. Вместе с тем она требует очень тщательной подготовки, так что подчеркивает настоящее мастерство исполнителей. Кроме нижегородцев, на мероприятие приехали еще спортсмены из 15 регионов России. После установки рекордов в 26 человек, команда попыталась построить фигуру из 32 спортсменов. Но сошлись в небе только 30 купольщиков. Так что это стало лишь неофициальным рекордом России. Когда говорят, что парашютисты это клуб самоубийц, нет ни в коем случае. Это люди, которые любят жизнь, может быть, больше, чем все остальные. Просто они пытаются доказать самим себе в первую очередь, что невозможное возможно. Люди умеют летать. Сейчас информация от наших партнеров. После этого мы вернемся в студию. И вот о чем пойдет речь. Еще 27 миллионов рублей, чтобы собирать деньги с водителей. Паркоматов в Нижнем Новгороде станет больше. Расскажем, где и когда они появятся. Нижегородская сборка на крымских морских просторах. Теплоход, сделанный руками наших мастеров, отправился для работы в Севастополь. А также праздник для всей страны по-нижегородски. Стас Пьеха встретил День железнодорожника вместе с жителями столицы Приволжья. Здравствуйте. Я не знаю, как мне спасти свой диван. У меня дома и кот, и кошка, которая постоянно точит об него свои когти. И к тому же у меня постоянно скапливается шерсть. И мне приходится накрывать диван по старинке пледом. А еще диван совершенно не вписывается в мой интерьер. Нас заинтересовал видео вопрос, и мы отправились к Марии в гости. Как видим, на лицо сразу три проблемы. Спасти диван от когтей, облегчить уборку шерсти и помочь дивану перестать чувствовать себя чужим в этой комнате. Покупка нового дивана – процесс затратный, да и всех проблем не решит, ведь кошки не избавятся от своей вредной привычки. Перетянуть обивку, конечно, дешевле, чем купить новый диван, но учтите, владельцам четвероногих придется повторить этот процесс ни раз и ни два. Ответ, как обычно, нашли законодатели моды – итальянцы. Они придумали красивую одежду для дивана – еврочехлы. Настоящие итальянские еврочехлы фабрики Га и Ко можно найти и в Нижнем Новгороде. А главное, такая одежда подойдет на диван практически любой фигуры. Еврочехлы садятся на разные размеры и формы мебели. Такая универсальность достигается за счет того, что они прострочены тонкими резиновыми нитями, за счет чего тянутся как по горизонтали, так и по вертикали, плотно облегая форму вашей мягкой мебели. В отличие от перетянутой обивки, еврочехлы, даже если и соберут на себя шерсть животных, избавиться от нее очень просто. Постирайте чехол в машинке при температуре 30 градусов, и он сохранит и цвет, и форму. К тому же еврочехол отучит кошку точить когти о диван. Когти животного попадают в мягкую ткань, ткань тянется за кошкой, соответственно, ей это не нравится, она теряет всякий интерес к вашей мягкой мебели. И, наконец, в какой бы цветовой гамме ни был ваш интерьер, вы всегда найдете подходящий еврочехол, а может и не один, а несколько, под настроение. А теперь на практике Мария воспользовалась нашим советом и выбрала еврочехол. Оказалось, надеть его немногим сложнее, чем накинуть плед. На самом деле меня приятно удивило, что его очень легко одевать, и в отличие от пледа мне не приходится его постоянно поправлять, он не сборится и не создает много складов на диване. К тому же моим котам он тоже очень полюбился. А теперь в цифрах. На покупку нового дивана вы потратите в среднем около 30 тысяч. Качественная перетяжка обойдется минимум в 15, а еврочехлы подарят вашей мебели настоящий итальянский шик, а главное – качество значительно дешевле. Еврочехол на двухместный диван можно купить от 4400 рублей, на кресло – от 2400 рублей. Приходи в торговый центр республики и узнай свою цену. Звони 291 07 21. Подробности на сайте DecorDeficeNM.ru Мы давно ждали открытия магазина на Ленинском кресомоле. Здесь очень много красивых нарядов. В этом магазине огромный выбор одежды по очень низким ценам. Открытие нового магазина «Мегахенд» в Держинске многие ждали с нетерпением. Огромный магазин европейской одежды расположился в торговом центре «Ленком». Магазин большой, просторный, площадь 800 квадратных метров. Разнообразие товара очень велико. Здесь представлены бренды практически всех марок и всех европейских стран. В магазине «Мегахенд» можно найти одежду, обувь и текстиль для всей семьи по очень низким ценам. Скидки доходят до 90%. Несмотря на огромный выбор, товар в магазине обновляется каждые две недели. Мы сможем одеть людей всех возрастов, любой комплекции. Магазины «Мегахенд» есть и в Нижнем Новгороде, на улице Зайцева, 15А и Нартова, 2. Приглашаем «Мегахенд». Я напоминаю, вы смотрите Первый городской телеканал в эфире службы новостей «Город». Власти города продолжают расширять географию платных парковок в Нижнем Новгороде. Где они появятся и когда, расскажем в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – студия «Кухни. Место». Создай кухню своей мечты вместе с профессионалами. До 25 декабря в центре Нижнего Новгорода появится еще несколько паркоматов. Администрация города приобретет еще пять аппаратов на сумму 27 миллионов рублей. Паркоматы установят на улице Рождественской, на площади Маркина, в переулке Нагорном и на Нижневолжской набережной. Предполагаемая цена парковки – 20 рублей в час за легковой автомобиль и 40 за грузовой. Нижегородской частной скорой помощи разрешили осуществлять выезды к пациентам по программе ОМС. Об этом заявил генеральный директор компании Ренат Фатыхов. Если в течение двух месяцев испытательного срока на компанию не поступит жалоб, то финансирование по ОМС продолжится. Начало нового учебного года может быть перенесено на 15 сентября. С таким предложением выступил помощник президента Игорь Левитин. По мнению чиновника, первые недели сентября вполне благоприятны для отдыха, а из-за того, что школьникам нужно учиться, серьезно страдает туристический сектор. Седьмой ежегодный хоккейный турнир «Кубок губернатора» стартовал на Нагорном дворце спорта 1 августа. В этом году в нем принимают участие шесть команд, а не четыре. Перед началом игры состоялось торжественное открытие ретро-экспозиции, приуроченной к 70-летию хоккейного клуба «Торпеда». Почетными гостями стали глава региона Валерий Шанцев и его заместитель Дмитрий Сватковский. Сегодня у нас присутствуют здесь ветераны, присутствуют все любители хоккея, и очень отрадно, что сегодня очень много детей. Это главная задача не потерять историю, помнить историю нашего клуба «Торпеда», и, конечно, мы ожидаем от нашего сегодняшнего поколения уже новых побед. «Торпеда» Колесный теплоход, сделанный в Нижнем Новгороде, будет курсировать у крымских побережий. «Доброход», так называется судно, в минувшие выходные отправился в сторону Севастополя. Что интересно, теплоход такого класса по морю будет ходить впервые, обычно он используется только на реках из-за низкой посадки. Как провожали «Доброход» в большое плавание, расскажет Екатерина Вологина. Российский флаг, как талисман на удачу. У теплохода, а точнее «Доброхода», так назвали судно, большие планы. С нижегородских берегов Волги он пройдет через Волгодонской канал, выйдет в Азовское море, а потом через Керченский пролив, обогнет Крым и войдет в бухту Севастополя. Вот этому вы задаете скорость движения, а вот этим джойстиком вы как бы руль задаете, хотя здесь его нет. В «Капитанской рубке» только и разговоры, что об уникальной системе теплохода. Колесное судно в стиле 18 века, правда вращает колеса не паровая машина, как раньше, а электромоторы. Штурвал же давно заменил компьютер. «Доброход» от задумки до воплощения не просто отечественный, а родной, что впору на нем вставить штамп, сделано в Нижнем Новгороде, а еще судно не боится мели. Судно предназначено для того, чтобы он ходил на малых реках, и поэтому колесный движитель на малых реках дает наибольший. У него осадка до 80 сантиметров, то есть фактически он может ходить там, где большие винтовые суда просто не смогут пройти. Скорость движения на речных колесах всего 12 километров в час. Да и разгоняться капитана никто не просит. Двухпалубное судно для неспешных прогулок. Теплоход сам по себе уж так похож на «Ласточку» из жестокого романса. Правда, принесет ли кинематографичное ретро приданное, то есть прибыль, пока говорить рано. Выпускник нашего кораблестроения впервые будет представлять свой класс в море. Екатерина Вологина, Сергей Губанов, служба новостей «Город». Ну а теперь пришло время новостей интернета. Все самое интересное мы, как всегда, собрали в обзоре социальных сетей. Печальная картина предстала перед жителями города на Большой Покровской. Неизвестные вандалы лишили рук дворянскую чету. Отломанную часть скульптуры просто кинули рядом. День железнодорожника на сортировке прошел под песней Стаса Пьехи. Певец на протяжении нескольких часов выступал на сцене, а в завершении вечера даже спустился поближе к зрителям. Как живая эта игрушка шустро перемещается в руке ее владельца. Ловкость рук и ничего больше. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Ну и далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что необычного произошло в их жизни. Ответы услышали разные и за самые интересные вручили приз от наших друзей «Дельфинария» в Сурмовском парке. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» Московский передвижной «Дельфинарии» в Сурмовском парке. Дорогие нижегородцы, не проходите мимо. Расскажите, что хорошего у вас произошло. А за самый лучший ответ мы подарим билет в Московский передвижной «Дельфинарий», который находится в Сурмовском парке. Здравствуйте! Расскажите, чем запомнился вам сегодняшний день? Здравствуйте! Ну, во-первых, сегодня я встретил своего друга, который приехал из Сочи. Он там полгода учился. И он приехал сюда на каникулы. Я очень рад его видеть. Мы с ним очень редко видимся. Во-вторых, я сейчас купил билет на экскурсию в Казань. Пойду с своей девушкой. Тоже очень рад. Прекрасно провожу лето. Сегодняшний день мне запомнился тем, что я впервые в жизни поводил машину по городу. То есть у меня первое занятие в автошколе было. Я этому очень безумно рад. Мне нужно до 14 августа сдать экзамен. Я уже начинал подготовку к этому экзамену. Именно этим запомнился мне сегодняшний день. Я съездила в Москву к своей лучшей подруге. Мы прекрасно погуляли, провели время. Я вернулась с отличным настроением. Отдохнувшая? Отдохнувшая, да. Здорово. И впереди меня ждет рабочая неделя. Я очень рада. У нас покупки хорошие. Хорошая погода, хорошее настроение. Сейчас лето. Очень нам понравился город. Ни разу не были здесь, только так проездно. Тут решили съездить на один день. Очень понравился, красиво. Такой старый русский город. Здорово. Девушки красивые. Приветливые все. Фестиваль красок проходит постоянно, по-моему, в разных районах города. Вот это порадовало. А за ваши хорошие новости мы решили вам подарить билет Московский передвижной дельфинарий, который находится в Сурнском парке. Спасибо огромное. Так неожиданно. И всего вам хорошего. Удачи вашему каналу. Огромное спасибо. Очень приятно. Ну что ж, подарки вручила, позитивом зарядила. Теперь будем ждать от Юлии Карабасовой приятного прогноза погоды на завтра. По народному календарю 4 августа день Марьи Ягодницы. В лесах поспевала черника и начинался сбор ягод черной и красной смородины. Этот день считается и часто бывает громовым. В старину примечали сильные росы, льны будут серы и косы. По прогнозам синоптиков 4 августа в Нижнем Новгороде будет переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. В ночные часы плюс 13. Все материалы выпуска дублируются на сайте Первого городского телеканала. Адрес его сейчас на ваших экранах. Ну а если вам есть чем дополнить наши выпуски, тогда звоните к нам в редакцию по номеру 217-0171. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи на Первом городском. Все больше нижегородцев выбирают кухни-место. Успей купить этим летом кухню своей мечты со скидкой до 45%. Кухни-место. Скоро открытие в верхней части города. Звони 2-809-806. Ваш ребенок растет и мир вокруг него меняется. Но есть верный друг, который рядом. Успей купить растущие парты Дэми к новому учебному году. Всего за 4 990 рублей. Адрес улица Шаляпина 2А. Телефон 410-24-04. События сезона. С 20 мая в Сормовском парке Большой Московский Дельфинарий. 414-90-43. 4 августа в Нижнем Новгороде днем будет плюс 20 градусов, переменная облачность. Ночью плюс 16 градусов, ясно. 5 августа в среду днем плюс 20 градусов, переменная облачность. Ночью плюс 15 градусов, облачно. 6 августа в четверг днем плюс 21 градусов, переменная облачность. Ночью плюс 16 градусов, малооблачно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин